Магазин. Посмотрите на цены. Зла не хватает. Я считаю, надо наоборот больше показывать сегодня Бонбастеров. Писать сочинение о теме Бонбастеров. Человек-паук, герой нашего времени. Бэтмен, луч света в телном карте. Газилла, ум, честь, хорит, но не порт. А чтобы наши фильмы смотрели русский, Классный фильм. Сейчас мы, вероятеля, берем мучашки русские для своего ребенка. Не хочу его портить. Уже первое понимание и здравомыслие вернулось к нам после очарования с Западом. Знаете, анонсировали эти фильмы голосом вот этого больного, шпалой ударенного по голове. Например, Тебурашка, да? Ушастое волосатое чудовище бомжует в телефонной будке. А еще хотят западную икону образованию вот сейчас провести. Представляете, мы будем с поколадрой, магистрой. Боже мой. Они бы совершенно не понимали, что делать. 5 тысяч лет назад написаны первые святы книги на Земле Веды. И там сказано, здорово сказано. Хотите, чтобы проблема вас покинула? Посмейтесь на книгу. И все, ее не будет. А если будете жаловаться, она убоится. Ух, у тебя есть проблема. Они обожают жаловаться на проблемы. Женщины с утра звонят друг к другу и 15 минут она скидывает все свои проблемы туда, в чернуху. Брязь, на рюкей, сейчас стоя на подруга. Ей, точнее, не заметно, что так. Перезвоните, сейчас я обрра, нам все в день впереди. Потом обрекают, нас сгласили. Не, девчонки, мы обе сгласили друг друга. У американцев есть преимущество перед нами, знаете, какое? Они спрашивают друг друга, как твои дела? И сразу уходят. Вот все, они никогда не отвечают на вопрос, как твои дела. Они не жалуются. Им в голову такой не придет. Я когда первый раз приехал, он говорит, что он не спрашивает. Холодимый холодимый. Я ж не слышу, да здравствуйте. Мы же учили английский по советской системе. Да что же ты, если, там, допустим, Холдвизбук, как ты это делаешь? Он говорит, что правильно. Я же так называли, и, вот, а слетал меня. Слышь, если я, он, я, семь раз, у меня прошел гостиницу, он семь раз меня спросил, how are you today? Я говорю, что ж ты такой тупой, ты запомнить меня не можешь, что ли? Когда он в седьмой раз просил, он говорит, Иди сюда, я тебе расскажу, а я вам куда идти. У него были глаза, и именно русалки. Не дай его хрустой спросить, как это будет. Он же начинает отмечать, но это не просто раз. И чем там? Ну, я знаю, что свои дела я поставил по логе. Петь. Хорошо. Пойдем. Американцы, во-первых, умеют работать. Любят работать, но нет возможности представить, чтобы было такое количество праздников. Американцы, когда смотрят, помедая на следующий день, он так наш не думает. А много ли субпозятелей с праздником? Американцы невозможно объяснить, что такое старый Матумбар. Он вообще штык вы спрашиваете, что такое старый Матумбар. Это такой контрольный Матумбар. В каком смысле? Нужно узнать, что он поступил точно. Американцы в Москву приехали, если смены с 7 мая. Дела делают. Какие дела с 7 мая? Москва пустая, электронная бомба взорвала. Они ездят в праздник, почему никого нет? В праздник! Какой звать? В 1 мая! Американцы не думают с утра до вечера, где мы все украсть. Они с кладбища святыми ходят. Они занимаются благотворительностью фонды. А наши фонды сами знаете. И реально объявили недавно в интернете. Товарищи и господа! Давайте поможем беднякам, соседям, японцам. Не словами, а делом. Предлагаю, кто-то должен выслать деньги на адрес, родственные бонни в России. Адрес родственной бонни. Красносельский район. Проходский переулок. Дом 2. Квартира 3. Американцы столкнулись с изощренным воровством, только когда иммигранты приехали в Америку. Марк 3. Бессозаветствовался внутри из России. Американец делал суть и гениал. Американец приехал в супермаркет. На велосипеде. Американцы приехал в супермаркет. И так говоря. Стал зимкой, взял зимку, звенок велосипеда. И велосипед приковал в цепью, в дубль специально, в супермаркет. Все. Цепь замок. И ушел. Наш наблюдал из-за пустыниной велосипеды. То, что нас пришло на ум, за это можно возрождать на области премии. Это великое изобретение. Так только Американцы зашел в супермаркет, Наркз взял свою цепь, свой замок И приковал заднее колесо американца, заднее колесо велосипеда американца, в другую очередь другие механические. Не-не, это догадаться невозможно. Американец вышел, отстегнул свое колесо. Говорю, ох, какой-то дурак, не знаю, что не дурак, далеко дурак, приковал в другое колесо. Что, случайно, надо пойти, сделать объявление в супермаркете. Поняли? Гениально. Только наши не могут понять, что произошло. И ушел. Наш отстегнул, причем с его продуктами. И радовался, что навиганец нам много купил. Американцы на улицах публикаются. С утра увидели, не цена. Мы в метро ездили. Я надеюсь, что мы будем делать много, что было очень прочее. Повторю его. И наши длиться с утра, как будто мы как-то. С самого-самого места порвали нас. У нас еще, это что-то наше выражение. Все улыбаетесь. Наконец. Человек улыбающийся вызывает подохновение у нас. Или он ненормальный. Или где-то что-то украл. Или у молодежи выражение, что включил, улыбаемый. Американцы улыбки, незнакомые люди, спрашивают друг друга, как дела? Вот пофиг. Я прошел у незнакомца. Спросите, как дела? И улыбнулся. И скажите спасибо, если он вас вообще не прибьет. Испугавшись, что вы про его дела знаете. Почему мы не учимся сердиться американцам? Ну раз и можно сравнить, кто как у них абсолютно, кто у нас. У меня помощница Оля. Часто ходит в гастроли в магазины. Пришла на Дальнем Востоке купить несколько банок крабов. Одну банку дают понятую. И она продастись и говорит, банка понятая краба. И она говорит, что банка изжимать будем. В другом городе Оля говорит про дарсицевские. Потом хлеб говорит. Чёрткий, жёсткий такой. А мы сильнее живы. Я вот сегодня, когда пришел в магазин, меня не узнали. А я так дарсицевский говорю, ну вот так вот я говорю. Пути не горит. Она говорит, короче, да. Скажите. А вот представитель, скажем, в Америке все эти банки были в одноклассе. Единая Америка. Американцы больше всего узнали в этом мире по фигурам. Благодаря гамбургерам и антибиотикам, которые они едят одновременно. И фигуры, расширенных внизу, как будто у всех в штанах памперсы. Философы считают, что в американцах никогда не будет революцией. Потому что у них недостаточно лета времени между ездами. В отличие от французских, которые горят с собой скрыто, Американцы станут горят с собой выход на показ. Я вообще не знаю, зачем путешествуют американцы. Смирается над Крополем. Не жалуются, что там нет закупок. Около Парфенона нет Сицилии. Все это за Парфенон. Американская молодежь всегда в наушниках. Перед пирамидами в горах, на берегах морей, на этими рыбаками. Я видел американскую фенейджику, которая на французской комедии в фарисском театре Сидела в наушниках, перетанцовывая на стульях. Разложив попкор на плечах перед себя. Я сделал интересное лимфистическое наблюдение. Вот мы, например, с большой губой пишем слово «вы». Я с большой губой пишем слово «вы». Они горды, они лапу посадили. Они в вас, они понимают, что он его или нет. Так, будут торговки горят. А-а-а. Вот он главный. Но если не так, пожалуйста, я могу не спрашивать, а если вам видимо будет страну обидеться этой криптовой. Я могу проник все, что угодно, говорить меня, визой, визой. Именно после этой фразы, правда, было продолжение этого телевидения, они перевели после этого, а это же не привести трудно, что они главные относились к тем, кто блин. Но это телевидение отрядов. Просто тогда ищите с артистами, если они это западные. Самое страшное в предшествии, хоть забавное, слушать этот монтаж, а с амельярский юридический садовик не хочет. Например, в последствии я слышал, как американский юрист спросил у людей своего вида, «Хараон Хопу, когда строил героиду, считал, что в любом случае кто-то?» Я, подобными наблюдениями, часто делился со сцены, где немногие не верят, а теперь я получаю письма за третий год по электронной почте доказать пункт предоправку. Я, подобными наблюдениями, недавно из первого этажа написал Кишо. Представляете, ввиду американцев по первого этажа, рассказываем о юссадбисе, аккуратно, они профессионалы. Они любят все изучать, очень тщательно. А в конце концепции, один американец спрашивает, как назывался музей, по которому мы используем. Их, них, если я вижу, это было очень хорошо. Не говорю, мол, клубы. И он на остальных же так же вам говорил. Француз-американцев, 4-2, рядышком по людьми. Американец был очень большой, выступил очень общительный. Всех расспрашивал, а ли они в Америке, и как в Америке, окей или не окей. Итальянцы руками, несмотря на усталость, пытались показать американцу, какой большой ростей Америки. Непонцы радостных видами фотографировались группы на фоне этого американца. Такие фотографии, я помню, в 30-е годы были. Группа летчиков на фоне дирижабка. Даже француз и тот сказал американцу, окей. Американец разговаривался с ним. И спросил, а как же француз добирался на Америке? Француз ответил честно, на самолете. А почему не на машине? Переспросил американец. Француз задумался. Он не знал, как ответить. По-честному обидеть американца. Но и на меня ответа решил все-таки по-честному. И ответил, вообще-то океан между нами. Зато американец задал второй вопрос, не думая сразу, в лед. Похоже, прорыли какой-то в туннель. Ну, американцы думают, что все туннели ведут в Америку. Француз опять задумался. Опять не нашел ответа. Я ответил честно, вообще-то это туннель в Англии. Называется Ламакс. На этот раз задумался американец. Видимо, пытался вспомнить, что означает новое длинное слово. Ламакс. Позвучил бы и спросил. Мог бы из Англии на машине до нас добраться? Фу, французу повезло. От американца его отвлекла белорусская святяна. Которая подсела на соседнем скремном. А вы откуда? Спросил американец. Белораша. На чистом университетском белорусском ответил от взрыва. На этот раз американец задумался надолго. Он и раньше-то не знал, где находит. Да, догадывался, где-то между Германией и Китаем. А тут белораша. Что это? Переспросил американец. А белораши-то нет и есть. Очень надеялся глава семьи. Скажи его, попросил он жене, что белорусские ученые, между прочим, недавно вычислили, что Белоруссия это самый центр Европы. А действительно, Лукашенко не сказал, что я не вычисли, а не вычислили. По глобусам. Она перевела. Я это американец. Он никогда до этого не был такой трудной ноги. Он никогда так ногом с этим не думал, правда. Наконец пересеял себя, даже лурнул и сказал, а, я понял, это с ним. Думать я не знаю, что в центре земли быть не может, земля же круглая. У них две девченки с Украины написали только электронное письмо. Отдыхали на Канадских островах, в баре, к ним подошли американцы и спрашивали девчонки, вы откуда? Ты, говорят, с Украины. Американцы говорят, о, с моим Чернобыль. И та, которая мне написала, как-то продолжает, не представляете, а у меня локоны приклеены. И я так всегда напротив американца на пальцем накручиваю и в семочку накручиваю. «Посознание» «ВАГА весь мир ждёт честной игры! 5 самых приятельных семейств! САНКИ! Парадоны! Тарганина! Планестеры! Тирневы! Братья-покетны! Нарушат все проблемы! Субтитры делал DimaTorzok 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 Так, учитывайте. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...